Армяне еще раз показали, что они хорошо воюют. И что Азербайджан своими силами едва ли сегодня имеет шансы на какие-то военные успехи. Мы видели вчера, как тысячи штурмовали в Азербайджане парламент и требовали войны крови. И не надо думать, что тот режим, который сегодня существует в Азербайджане, он еще долго так просуществует. Не скрывая, у меня много друзей. И реван, я за них переживаю. Дорогие друзья, добрый вечер. Я думаю, все следят за ходом тех событий, которые происходят на границе между Арменией и Азербайджаном. Вот сейчас вроде бы там происходит затишье, там сейчас ничего не происходит. Но буквально недавно в интернете я увидел интервью уважаемого Авикдора Эскина. И, честно говоря, я думаю, что нам всем было бы интересно отдельно поговорить. С господином Эскин. Господин Эскин, добрый вечер. Добрый вечер, Тигран. Господин Эскин, вот, честно говоря, вас уже давным-давно азербайджанцы обвиняют в армянофильстве, в излишнем армянофильстве. Я вот читаю комментарии под тем интервью, которые мы с вами сделали. Вам уже просто вот, господи, чего вам только не вменяли, что армяне вас купили, что вы поменяли, по-моему, место жительства из Иерусалима в Ереван, по-моему, и так далее. И вот, когда эти события произошли, честно говоря, я, с одной стороны, удивился, что вы выступили. С другой стороны, мне было очень приятно, что вот у армянского народа есть действительно друзья, понимаете, вот реальные друзья, которым не безразлично то, что там происходит. Скажите, пожалуйста, вот ваш комментарий, который вы записали буквально недавно, с чем он связан, почему вы решили коснуться этой темы? Все-таки это не совсем касается Израиля, а это касается, ну, государств, которые, хоть и недалеко географически, но как-то не совсем в сфере ваших интересов. Разумеется, что конфликт между Арменией и Азербайджаном – это не главная забота Израиля. Ну, я бы сказал совсем даже иначе, просто в израильской прессе об этом никто ничего не сообщил, ни с той, ни с другой стороны. В русскоязычной что-то такое промелькнуло. Что касается меня лично, то, поскольку, не скрывая, у меня много друзей в Ереване, я за них переживаю. Знаете, вот очень просто. У меня есть друзья, за которых я переживаю. У меня есть также некоторые друзья в Баку и в других местах в Азербайджане, я переживаю за них. Я действительно, действительно хотел бы, чтобы в этом регионе был бы мир и спокойствие. Когда происходят такие стычки, это позволяет нам вспомнить о том, что конфликт неразрешен. Это важно. Надо подчеркнуть, что на этот раз стычка произошла не в районе Карабаха, а на границе между Азербайджаном и Арменией, что особо тревожно. И то, что случилось, дает возможность поразмышлять не только о вашем конфликте, но и вообще о сущности разных международных кризисов, которые случаются на почве территориальных споров. Это же было и в Югославии. И вообще странным покажется, потому что в основном в мире все говорят о территориальных спорах Израиля, но их в мире около 200 территориальных конфликтов. Будь то Кипр, Турция вовлечена в это, будь то вокруг России, чего только нет, включая Приднестровье, Абхазию, Крым, Донбасс. Поехали дальше Англия и Аргентина вокруг Форпинских островов, они воевали как-то не в такие уж стародавние времена. То есть в мире достаточно много таких территорий. И, конечно же, взрывоопасный регион – это Кавказ. Сейчас люди находятся в повышенно нервозном состоянии в связи с карантинами, в связи с экономическим кризисом. И к этому надо относиться внимательно. Что мне хотелось сразу сказать? У Израиля есть там определенные интересы, и их надо обозначить. Во-первых, я призываю израильтян вспомнить, что у нас уже было с Турцией. У нас никогда была близкая дружба с Турцией. Надо только путать. В Израиле никто не вывешал турецких флагов и не пошел изучать турецкий язык, которым возговаривал аты-тюрк. Нет такого. Я русский выучил только за то, или турецкий только за это. То есть Израиль – это не про Турцию. Более того, турки здесь властвовали господство. И конечный период их властвования здесь был для нас болезненным. И активисты еврейского тогда, еще еврейского населения, они активно выступали против турок также по поводу геноцида армян 1915 года. Но вернемся к нашим делам сегодня. Мы должны помнить, что с Турцией у нас были достаточно приличные отношения. И торговля продолжается до сих пор. Но не надо путать одно с другим. И не надо думать, что тот режим, который сегодня существует в Азербайджане, он еще долго так просуществует. Мы видели вчера, как тысячи штурмовали в Азербайджане парламент и требовали войны крови. На этот раз им не удалось. Но это вот подспудное, это исподнее, это подмоготность, что влезает там каждый раз. Не надо думать, что режим Алиева в том виде, как он кажется кому-то благоприятным, он вечный. Кроме того, вот эта вся сила исламизма, эта ненависть, она будет направлена вместе с Турцией, через Турцию против нас, очевидным образом. Ну потому что всегда так, потому что Турция проводит сейчас жесткую антиизраильскую политику. Мы с ними склестываемся в разных регионах, кстати. Сектор газа на территории самого Израиля они портят как могут. Они влезают куда могут. Даже попытки скупить армянское имущество в нашем старом городе через разных подставных лиц. Это было выявлено израильской разведкой, мы это опубликовали. И в Армении это было опубликовано, я к этому был причастен. То есть мы сталкиваемся постоянно с Турцией, с ее агрессивной политикой. Не дай бог, не дай бог, что это вот объединение Турции с Азербайджаном, скажем так, за счет территориальной целостности Армении и Карабаха. Вот не дай бог нам это. Армения является тем буферным как раз государством, которое позволяет сохранять какой-то баланс мира в регионе. Это надо понимать. Я понимаю, о чем вы говорите, но все же, если честно, думаю, что многие хотели бы узнать поподробнее. Вот вы говорите о том, что не дай бог объединение Турции и Азербайджана за счет, скажем так, падения армянского государства или армянских государств. Или частичного, не важно. Ослабление и подчинение, не важно. Я имею в виду вот это вот расширение тюркско-исламистского имперского османского влияния. Совершенно верно. Вот смотрите, получается вот что. Получается, что это будет не очень приятно для Армении, если вообще сохранится армянское государство в этом смысле. Но скажите, пожалуйста, а почему это для вас видится не очень удобоваримо с точки зрения Израиля? Можете объяснить? Если расширение турецкого влияния, оно губительно, оно опасно, тут сомнений нет, потому что Турция сегодня наш открытый враг. Ну как, это наш противник. Почитайте просто, что Эрдоган говорит про Израиль. Вы поймете, почему Израилю стоило бы об этом задуматься и стоило бы вспомнить пример той же Турции, которая была когда-то достаточно лояльным государством. Сегодня это открытое подстрекательство к насилию, открытое подстрекательство к вторжению в Израиль, к отторжению от нас в Иерусалиме. То есть они себя ведут уже совсем беспардонно. Израиль знает, как ответить, Израиль отвечает, то есть мы в обиде не останемся здесь, на самом деле. Но надо учитывать реальность и понимать, что Турция сегодня для нас, это с одной стороны может быть торговый партнер, с другой стороны, страна, которая политически и религиозно-террористически себя показывает с очень агрессивной стороны. Что касается Азербайджана, те же самые процессы, которые наблюдались в Турции 30-40 лет назад, мы их сегодня наблюдаем в Азербайджане. Это надо иметь в виду. Может быть, это изменится. Это изменится. В Азербайджане тоже живут неприятные некоторые люди, знакомые, и я им желаю только всего доброго. Но я не хочу того, чтобы Азербайджан шел навстречу Турции. То есть нам это определенно-определенно не должно быть полезно и приятно. Степень нашего вмешательства, она очень ограничена. Но стоит об этом подумать при налаживании дальнейших отношений. У нас нет дипоотношений с Азербайджаном до сих пор. У них нет посольства у нас, потому что они считают, что мы сперва должны на своей территории создать государство Палестина, которым никогда не было в природе. То есть должны на своей территории. И потом они готовы снизойти до того, чтобы разместить у нас посольство. Ну, спасибо, так сказать, но не за что. Но не за что. Некие противоречия. Поэтому вопросы между Израилем и Арменией, я думаю, скоро отпадут. Они должны отпасть, потому что между нами здесь есть принципиальное согласие по главному стратегическому вопросу. Я их обозначил, это турецкая угроза, это изменение юридического подхода к территориальным конфликтам. Это очень важно. Это очень важно. На самом деле первым прецедентом было Косово. Ну, половинчато, да, там, половинчато было отторжение и признание. Но надо смотреть на ситуацию реалистично. В этом отношении прецедент голландских высот для вас – это подарок судьбы, а для нас будет еще подарком судьбы, конечно, признание. Как вы решите переговор, как вы захотите, армянская страна, признание части или целостно Карабаха. Это очень важно. Вы же не можете гарантировать, что в Азербайджане на почве всего этого кризиса не возникнет также серьезная террористическая база, если вы туда пустите турок, и если мы не возьмемся все за ум срочно. Это также вопрос к Москве. Это вопрос к Москве. Я думаю, что сегодня у России есть возможность показать, что Россия может быть надежным партнером. Голос России хотелось бы, чтобы он был здесь более все-таки ясный, однозначный. Хотя бы в отношении того, что после турецких угроз, мне кажется, из России могли бы поступить какие-то сигналы, что любое вмешательство Турции, оно встретит серьезный опор со стороны Москвы. Вот вы предвосхитили мой следующий вопрос, честно говоря, потому что я хотел спросить по Турции. Иерусалим голос пророческий, город пророческий. Да, святая земля на самом деле. Вы знаете, вот вы сказали такую вещь по поводу Турции, что хоть несмотря на то, что экономические связи с Турцией и Израилем сохраняются, и в общем-то они достаточно серьезные, и мне кажется, обороты увеличиваются, ни в коем случае не избавляются за последние несколько лет, несмотря на то, что сегодня есть очень серьезный кризис в отношениях между Израилем и Турцией. Ну, понятно из-за чего. Из-за месье, из-за господина Эрдогана. Но здесь вопрос в том, что Турция ведь наращивает свой агрессивный подход в международной политике. И вот то, что он превратил собор Святой Софии обратно в мечеть, а мне кажется, это его личная заслуга, это его личная инициатива все-таки, и то, что сейчас произошло в Азербайджане, и вот открытая, скажем так, поддержка, причем всесторонняя поддержка, он сказал, мы полностью, он даже не разбирается, кто прав, кто виноват, кто начал или, допустим, кто виноват. Вот сейчас непосредственно, да, он говорит, мы поддерживаем Азербайджан. Это достаточно агрессивная риторика. Тем более, что Турция не участвует ни в одном из форматов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, а Турция лишь наоборот, извините за такой, может быть, пафос, но она подзуживает Азербайджан к... Несомненно, несомненно. Безусловно. Вот скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сегодня Турция, она в состоянии нанести, ну, скажем так, серьезный военно-стратегический удар по Армении, как союзницы России все-таки по УДКБ? Вот на ваш взгляд? На сегодняшний день нет. Но надо принять в расчет иррациональность сегодняшнего мира. Вот то, что происходит с короной, это же абсолютно иррационально. То есть мы с вами смотрим, вы и я, мы люди, грамотные мы смотрим, что в этом году, в период пандемии, пандемия, мама миа, мама Джан, мамочка, да, в период пандемии, шесть месяцев, смотрим статистику, в мире нет роста смертности, как было 29 миллионов в прошлом году, 29 миллионов в этом году. Мы это видим. Есть страны, как Израиль, где даже смертность немножко пошла вниз. В Армении, насколько я понимаю, чуть-чуть вверх. Но это колебания, которые меняются от сезонного гриппа, от заражения кишечника, от чего-то обычное. То есть люди, которые, согласно официальной статистике, ушли из жизни по причине коронавируса, или как одной из причин, это 1,7% от общего количества людей, которые умерли в этом году. Тем не менее, мир идет на какое-то безумие. Поэтому нельзя исключать безумных сценариев. Вот важно. Нельзя исключать безумных сценариев. И относиться к Эрдогану только как к рациональному политику тоже мы не можем, особенно в этой атмосфере всеобщего психоза. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах, где белые целуют ботинки. А про американцев. Я даже не могу сказать негров, потому что, может, канал закроют. Я не имел это в виду. Я не хотел этого сказать, у меня случайно сорвалось. Я приношу извинения нашим афроамериканским и афроюжноафриканским, может быть, зрителям, и еще каким-то вот этим. Нет слова негр. Помните, как анекдот про Вовочку? Это есть, а слова нет. Да. Есть такое негр. Не совсем приличное. Я вам не буду рассказывать. Ваша очень приличная программа. Скажите, пожалуйста, а как вы рассматриваете итоги тех двух дней, тех жарких достаточно дней, пока была жара в Баку, как Мария Захарова сказала? Все подумали, что она сказала специально. И до сих пор гадают, специально ли она это сказала или нет. Но тем не менее. Как вы оцениваете вот эти два дня, достаточно жестокие на границе между Арменией и Азербайджаном? Армяне еще раз показали, что они хорошо воюют. И что Азербайджан своими силами едва ли сегодня имеет шансы на какие-то военные успехи. А вмешательства Турции, надеюсь, не будет. И Россия должна здесь сказать свое слово, потому что политика России все-таки была в направлении какого-то санитарного коридора возле своих границ, о недопущении к своим уже непосредственным границам тех, кто не является для нее союзниками и простыми соседями. Турция это не союзник и не простой соседник. Ну и последнее, если позволите. Азербайджан на протяжении последних 15, да может быть даже и 20 лет, нет, ну последних 15 лет, скажем так, он наращивает свою военную и милитаристскую риторику. А вот на протяжении последних 5 лет президент Азербайджана, господин Алиев, все чаще и чаще делает достаточно, скажем так, интересные исторические экскурсы, которые, на мой взгляд, мало того, что не подкреплены историческими фактами, но они очень серьезно вносят такой дисбаланс во взаимоотношениях, в будущих, скажем так, взаимоотношениях, вообще в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, да, сейчас. Ну, там, Ереван это составная часть Азербайджана и так далее, да? Ну, мягче, мягче он сказал, он говорил о том, что было, но мягче, мягче. Но он сказал, мы должны туда вернуться. Ну, он вообще мягкий очень человек, интеллигентный, поэтому он не позволяет себе более резких вещей. Но, тем не менее, понимаете, вот он достаточно агрессивно порой говорит, и говорит, что мы готовы в любой момент начать войну, Карабах обратно включить состав Азербайджана, на Ереван смотрим, тоже не исключаем такого варианта. Кстати, в последнее время Тбилиси, это тоже азербайджанский город, оказывается. Даже в учебниках в азербайджанских школах, я вам интересную вещь скажу, написано, что Тбилиси является составной частью Азербайджана. Древнего Азербайджана, древнего вообще. Исторического, исторического Азербайджана. Древнего, древнего. Хотя этого никогда не было, но, тем не менее. Это как Палестина, да. Насчет Палестины... Палестины и сейчас нет, а Палестины и сейчас нет. Азербайджан сейчас есть. Ну, неважно. Я понимаю, что вы имеете в виду. Мой вопрос состоит в том, что если он так уверен в своих силах... Вот сейчас произошли события, которые, на мой взгляд, давали ему полный карт-бланш для того, чтобы начать попытаться это сделать. И, тем не менее, мы видим, что он этого не делает. Вот как вы думаете, почему? Он больше куда ориентирован на внутреннее спокойствие. И он смотрит больше на свое население, нежели на вас. Будьте в этом уверены. У него дела идут хорошо, у его клана дела идут прекрасно. Он привык уже находиться в этой должности. Он не хочет ее лишаться. Война – это рискованная, и есть большой шанс проиграть. Есть шанс проиграть еще раз. Зачем ему это? Но он не может не считаться с теми настроениями, которые пробуждаются различными исламистскими силами внутри Азербайджана, реваншистскими силами. То есть это там существует и разжигается. Не всегда по воле президента, но он отражает эти настроения и выступает иногда с заявлениями, которые не соответствуют его статусу выпускника МГИМО. Я не хотел, честно говоря. Я думал, что все, вопросов не задам, но вы меня сподвигли на еще один провокационный вопрос. Вы как евреи, вопрос именно вопрос. Да-да-да. Вопрос, вопрос, удар, удар, еще удар, вопрос, вопрос, еще вопрос. Евреев-армянский диалог, еще вопрос. Вот, я хотел это сказать, что не секрет, что все говорят, что евреи и армяне имеют намного больше общего, чем кажется. Вы знаете... По ДНК, да, кстати. По ДНК не знаю, но то, что по характеру, в общем, есть очень много чего. По ДНК есть, а есть о чем поговорить, да. Да. Вот вы сказали по поводу исламизма. Исламизм на сегодняшний день, во-первых, я хочу подчеркнуть, что лично у меня в отношении к мусульманам нет никакого предвзятого отношения. Более того, я считаю, что мусульмане, если они верующие мусульмане, то это очень хорошие люди. Потому что они живут по святому закону, и они его, если не нарушают, то ничего плохого не будет. Но, тем не менее, есть реакционный ислам, есть вот те самые исламисты, о которых мы говорим, из-за которых в мире сегодня неспокойно, особенно в регионе Ближнего Востока, скажем так. И вы знаете, что интересно, в последние несколько лет, и в 16-м году, кстати говоря, тоже, на стороне Азербайджана, вот в Карабахе, когда начались боевые действия, вот в апреле 16-го года, в них участвовали, в том числе, исламисты, как из Афганистана, так и из Сирии. И как вы думаете, вообще, как это может, как это вообще могло так произойти? Все-таки Азербайджан не является террористическим государством, и уж тем более государством, которое у себя держало бы террористов, скажем, для мирового сообщества это такой же как бы член, равноправный, как и многие другие. Но, тем не менее, это факт, который признали все европейские государства, американцы и так далее. И в том числе и Израиль, кстати говоря. Израиль об этом тоже говорил. Как вообще это может быть, на ваш взгляд? Когда начинается такая смута, то определенные силы, располагающие средства, располагающие влияние, они пытаются внедриться. Какое-то внедрение было. Но мы действительно все-таки должны признать, что Азербайджан нынешний, он не вовлечен вот в этот террористический интернационал. У меня на территории России проживает много азербайджанцев, не было ни одного характера с участием азербайджанцев. Вот это вот факт. Не было ни одного характера с участием азербайджанцев, в других местах тоже нет. Но! Но! Я бы не стал говорить с уверенностью, что нет угрозы того, что это произойдет, потому что определенно, определенное количество азербайджанцев, да, оказалось в Сирии. Кто эти люди? Они оказались в Сирии добровольцами воевать против режима Асада за то, чтобы флаг ИГИЛа выдрузить его над Дамасском и прочными городами Сирии. И там они познакомились, привели оттуда. То есть вот эта смычка, она произошла, ее удалось пресечь. Это и заслуга российских спецслужб. Ну, Израиль тоже к этому имел какое-то отношение. Может быть, может быть, может быть, я не исключаю это, так скажем. По некоторым публикациям имел какое-то отношение. И сам Алиев, конечно же, для него это прямая угроза его власти. Это тоже надо понимать. Ни он, ни его супруга, ни его дочь не является образцовыми исламистами, ни по каким критериям. Мы же тоже понимаем. Ну, просто никак. Они понимают это лучше нас, они этого опасаются, но Алиев правит в этой стране, ему надо считаться с населением, считаться со всем, что происходит. Господин Эскин, спасибо еще раз вам большое. Спасибо. Спасибо, что нашли время. И надеюсь, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok